Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я вам расскажу про игру под названием Vigor. Для тех, кто пропустил Е3 2018, напоминаю, что данная игра представляет собой фри-то-плей-выживалку от создателей Days. И самое прикольное то, что данная игра является эксклюзивом и должна выйти только на Xbox One. В игре вы берете на себя роль одного из выживших после ядерной войны, чтобы, как несложно догадаться, выжить и обустроить свою халупу как пятизвездочный отель. В игре, помимо выживания, содержит в себе элемент Battle Royale, аж на 16 человек. Вот это масштаб, да. Когда вам надоест бессмысленно бродить по дому, вы выбираете локацию и отправляетесь на поле битвы с целью отыскать нужные предметы для дальнейшей модификации. И именно там вы должны встретить других игроков, которые помешают вам добыть все, что нужно. И да, если вы вдруг умрете, то все ваши вещи, которые у вас будут, достанутся вашему сопернику. Очень оригинальная идея, да. В Battle Royale не обязательно убивать всех, чтобы взять топ-1. Достаточно отыскать нужный вам предмет и смотаться домой. Тогда вы будете считаться победителем. Игра по визуализации выглядит отвратительно и складывается ощущение, что игру создавали три школика на уроке информатики в 2001 году. Я не преувеличиваю, вы просто посмотрите. Кривая анимация, минимум проработки, но затвор тяжелых андреалейджин 4. Стрельба сделана очень убого. Мало того, что ты не понимаешь, куда ты стреляешь, так еще и нет чувства выстрела. Так как напрочь отсутствует вибрация. Ты понимаешь, это только лишь по звуку и то не всегда. Но когда ты открываешь лутбокс, то геймпад от вибрации просто разрывает. Логика, да? К сожалению, больше об этой игре рассказать нечего. Игра шутко отвратительная и даже не знаю, кого она может привлечь. Игра на данный момент, хоть и находится в бета-тестировании, но сразу вам скажу, что не ждите от этого проекта что-то годного. Мало того, что сам жанр выживания уже выжил из себя все соки, так и качество проекта для 2018 года вообще ни о чем. Скучно, неинтересно и самое главное, бессмысленно. Кто ждет код на закрытое бета-тестирование, не ждите, оно того не стоит. Лучше поиграйте в другие, более качественные проекты. И знаете, самое обидное то, что такая откровенная параша выходит эксклюзивно для консоли Xbox One. Разве этим вы хотите поднять интерес к вашей консоли? Мм? Microsoft. Если да, то у меня для вас плохие новости. У меня на этом все. Если тебе понравился обзор и ты никогда не обратишь внимание на эту игру, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свое мнение об этом проекте. Спасибо за просмотр, до новых встреч.